Что касается американских событий, немножко еще о них поговорим. На фоне выступлений Байдена, на фоне всех экономических, социальных проблем, о которых мы с Валентином говорили, пишет Wall Street Journal, что Америка может столкнуться с собственным газовым кризисом. Интересное замечание на фоне свежего принятия так называемого потолка цен европейцами. Издание утверждает, что уровень запасов в США сейчас ниже, чем обычно. Зимой могут начаться скачки цен. Европе тоже придется не сладко, но тут, в принципе, не впервые. И в такой ситуации США вряд ли ей помогут. А вместо этого Европа решает ввести этот самый потолок цен на российскую нефть. Пытаются диктовать условия, все еще, видимо, надеясь разорвать экономику России в клочья. Словно не понимая, что их экономика разваливается на куски. Но, тем не менее, Минфин США, видимо, в восторге, считает введение потолка цен на российскую нефть, что это нанесет мощный удар по финансам России. Тут все откровенно, понятно, Вашингтон продолжает войну, просто уже на этом фронте. Ну, а главы Минфинов Семерки после согласования потолка цен призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы снизить волатильность на рынке. Тут довольно странное решение. Вряд ли это снизит волатильность, скорее наоборот, потому что по всем законам рынка отсечение кого-либо из участников рынка ведет к подорожанию. Хотя там варианты и есть, сейчас еще о них скажем. По поводу предложений Семерки. Начальный потолок цен будет установлен на основе технических данных. Он может быть пересмотрен по мере необходимости. Заявили также о намерении запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если та будет продаваться выше этого самого потолка. Ну и Семерка запрещает страхование и финансирование для перевозчиков российской нефти по ценам, превышающим установленный порог. И также в рамках ограничения цен на нефть разрабатывают механизм обеспечения уязвимым странам доступа к энергорынку. Тут не очень понятно, кого они считают уязвимыми. Понятно, что наиболее бедные страны, как правило, первыми и страдают. Интересное замечание на страницах Ньюсика. За Западу, видимо, оказалось мало проблем с резким повышением цен на газ из-за введенных им санкций против России. Ну тут все логично. Но проблема в том, что ценовой потолок, с ним все не так просто. Не достаточно просто назвать цену в расчете, что перевозчики российской нефти будут ее соблюдать. Каким бы ни оказался в итоге этот потолок, придется следить за его выполнением. То есть получается диктовать всему миру, ну всем основным покупателям российской нефти, а их больше, чем просто европейские страны, и больше, чем Семерка. Кроме того, 90% танкеров в мире страхуются в Евросоюзе, Британии и США, и Семерка рассчитывает, что основой запрета станет отказ нарушителям страхования. Но страховщики, как и предприниматели вообще, пишет Ньюсвик, любят ясность и не терпят рисков. Если правила и процедуры окажутся слишком мутными, страховщики могут в принципе и не браться за российскую нефть, чтобы обезопасить себя от юридических тяжб. Но в этом случае с рынка пропадет очень много баррелей, и мировые цены подскочат еще выше. То есть, получится, сыграют опять против себя. Кроме того, есть еще один вариант, очень неожиданный эффект. Дело в том, что российская нефть действительно может подешеветь настолько, что покупатели ринутся в Россию подписывать сделки. В итоге получится опять не по-западному, потому что Россия заключит новые контракты, расширит клиентуру и, возможно, даже заработает еще больше денег, смягчив любые финансовые ограничения. Тут уже придется, наверное, выбирать, чего вы хотите в итоге, навредить России или получить нефть, ну пусть даже дешевую. Эксперт утверждает, что Россия по-прежнему сможет получать прибыль. С сокрушением пишут западные издания, даже если нефть упадет до 25-30 долларов за баррель. Это будет дурная весть для других поставщиков. Клиенты потянутся к России, им придется, поставщикам, предлагать большие скидки, чтобы оставаться в игре. Если выбирать между текущим рыночным курсом в 90-95 долларов за баррель и ценой минимум вдвое меньшей, кого предпочтут покупатели. Понятно, что, правда, в этом случае по всем заявлениям западных лидеров опять будет во всем виновата Россия. Ну и потолок цен на российскую нефть. Это уже такие заявления явно антироссийские. Министр финансов Ельин в конце встречи на Большой 20-ке, еще в июле об этом говорила, называл этот потолок одним из мощнейших средств от той боли, что американцы и семьи по всему миру ощущают на заправке и в продуктовом магазине. Теорию решили проверить на практике. Посмотрим, что из этого получится. Касательно американских позиций, интересные очень откровения прозвучали от американцев. Опять же, это бывший сенатор республиканской партии США Ричард Блэк, он, кроме всего прочего, еще и ветеран, полковник, разоткровенничался про украинский конфликт и выдал удивительные для американской аудитории заявления. Полковник Блэк, кстати, включен в список врагов Украины, если кто не в курсе, в институте Шиллера в Вашингтоне даже пытались оспорить этот список, но ничего у них пока не получается. Так вот, судя по тому, о чем мы сейчас с Валентином говорили, скоро этого полковника Блэка включат еще и в список врагов Америки. Нам все равно, сколько украинцев умрет. Ни гражданские лица, ни женщины, ни дети, ни солдаты. Нам все равно. Мы такие. Знаешь, это превратилось в великую футбольную игру. У нас есть наша команда. У них есть наша команда. Ра-ра-ра-ра. Мы хотим получить самый большой результат и увеличить его. И ты знаешь, нам все равно, сколько, сколько наших игроков получают увечья на игровом поле. Главное, чтобы мы побеждали. Сейчас мы поставляем фантастическое количество оружия, и это привело к увеличению запасов Рейтин, которое создает ракеты, и Норт оф Граммон, которое создает самолеты и так далее, и ракеты. Все эти оборонные отрасли стали чрезвычайно раздутыми налоговыми долларами. Я не думаю, что это в конечном счете изменит исход. Я думаю, что я думаю, что Россия победит. Украинцы находятся в очень неудобном стратегическом положении на Востоке. Но если вы посмотрите на то, как это развивалось, президент Путин предпринял отчаянную попытку остановить движение к войне еще в декабре 2021 года. Он зашел так далеко, что положил на стол конкретные письменные предложения вместе с мирными предложениями НАТО, чтобы разрядить обстановку. Потому что в этот момент Украина собирала войска для нападения. на Донбасс, и поэтому он пытался предотвратить это. Он не хотел войны, а НАТО просто проигнорировала это, просто отмахнулась от этого, никогда не воспринимала это всерьез, никогда не вступала в серьезные переговоры. В тот момент Путин, увидев, что вооруженные украинцы с оружием для убийства российских войск были буквально на их границах, решил, что он должен нанести удар первым. Теперь ты мог видеть, что это было не так. Это не было каким-то заранее спланированным нападением. Это было не похоже на нападение Гитлера на Польшу, где стандартное эмпирическое правило гласит, что у вас всегда есть преимущество три к одному, когда вы нападаете. Вы должны сосредоточить в три раза больше танков, артиллерии, самолетов и людей, чем у другой стороны. На самом деле, когда Россия вошла, они вошли с тем, что у них было, с тем, что они могли собрать в кратчайшие сроки. И они были в численном превосходстве над украинскими войсками. У украинских сил было около 250 человек, у русских, возможно, 160. Значит, вместо того, чтобы иметь в три раза больше войск, у них на самом деле было меньше войск, чем у украинцев. Но они были вынуждены атаковать, чтобы попытаться предотвратить надвигающуюся битву, когда украинцы сосредоточили эти силы против Донбасса. Теперь Донбасс примыкает к России. Это часть Украины, которая не присоединилась к революционному правительству, которая совершила государственный переворот в 2014 году и свергла правительство Украины. Они отказались стать частью нового революционного правительства Украины и поэтому провозгласили свою независимость. И Украина собрала эту огромную армию, чтобы напасть на Донбасс. И поэтому Россия была вынуждена вмешаться, чтобы предотвратить это запланированное нападение со стороны Украины. И ты мог видеть, что Россия очень надеялась, что они смогут провести эту спецоперацию без неоправданных жертв для украинцев. Потому что они, они думают об украинцах. Или, по крайней мере, они действительно думали об украинцах, как о братьях-разгильдяях, с которыми хотели иметь хорошие отношения. Но там была известная фотография с российским танком, который был остановлен группой примерно из 40 гражданских лиц, которые просто вышли на дорогу и перекрыли дорогу. И танки остановились. Я могу сказать тебе, что во Вьетнаме, если бы у нас была куча людей, которые стояли на пути проходящего американского танка, этот танк бы ни в малейшей степени не замедлился. Он бы не стал сигналить. Это ничего бы не дало, не сделало бы предупредительного выстрела. Это просто продолжалось бы. И я думаю, что это более типично. Я не критикую американцев. Я был там, и я сражался, и я, вероятно, проехал бы танк прямо через себя. Но я хочу сказать, что правила ведения боевых действий для русских были очень, очень осторожными. Они не хотели создавать много ненависти и вражды. Русские не вошли. Они не бомбили электрическую систему, медиасистемы, системы водоснабжения, все это, мосты и так далее. Они пытались сохранить инфраструктуру Украины в хорошем состоянии, потому что хотели, чтобы она вернулась. Они просто хотели, чтобы все это закончилось и вернулось к нормальной жизни. Ну, интересно, там уж, извините, автоперевод был включен. Интересное, взвешенное довольно мнение, особенно для американского эксперта. Не останавливает, тем не менее, это западных поставок вооружений на Украину, и более того, не останавливает еще и киевский режим в отправке. Все новых партий призывников, резервистов на фронт, хотя уже практически панические заявления звучат, в том числе в американской прессе. Вот Wall Street Journal цитирует некого главу отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Это, в принципе, свидетельство последствий тех скорых побед, которые обещал Зеленский, Арестович и прочее. И сказал, что начали привозить такое огромное количество раненых, что ему стало, конечно, их жалко, и стало задумываться, стоило ли делать вообще все эти наступления такой ценой. Несколько раз ночевал на маленьком диване в кабинете. Тут, конечно, попытка героизировать медика. Ну, в принципе, да, он выполняет свою работу. Но чувствовал он себя на грани срыва, потому что впервые с начала конфликта ему пришлось иметь дело с таким количеством солдат. И украинские официальные лица и военные аналитики заявляли, что потери Киева при попытке наступления будут высокими. И в больнице на момент интервью с врачом находилось 6 военнослужащих в состоянии кома. Еще, кстати, стоит обратить внимание на то, что мало того, что западные СМИ практически не заметили этой попытки диверсии, десантирования в районе Запорожской атомной станции. Понятно, что они не будут этого замечать, потому что там пошло все не по плану у них. Ну и даже киевский режим и Зеленский вообще промолчали так, будто их не существовало. Вот этих сидельцев сразу встали, они хотя бы пытались как-то георизировать, придумывали экстракшн и прочее. А вот этих, которых отправили на, видимо, суперсекретную операцию, их просто похоронили и все. Что взамен получает Европа? Ну, помните, как они рассчитывали, что украинское зерно спасет мир от зернового кризиса. Но вот сейчас выясняется, болгарские, по крайней мере, источники заявляют, что зерно, которое поступает с Болгарией на Украину, не подлежит фитосанитарному контролю, вообще оно не надлежащего качества. Это глава Национальной ассоциации болгарских зернопроизводителей заявляет. И расстраиваются они тем, что Европа разрешила импорт украинского зерна и тем самым обрекла своих производителей на банкротство, потому что ввоз бесконтрольный, зерно не того качества. Ну, и еще из последствий этой помощи, которую оказывает Запад киевскому режиму, внезапно выяснилось, что сухопутные войска Испании оказались практически в буквальном смысле с голой пятой точкой, потому что сейчас они в срочном порядке закупают теплую одежду и обмундирование, это пишет испанская пресса, поскольку запасы опустили. Испания отправила Украине форму, по крайней мере, обещала, которая предназначена для проведения операции в холодном климате. Зима на носу, понятно, что Испания не Украина, но тем не менее, одеть на солдат, одевать солдат сейчас практически не во что. Ну и что еще обещают лидеры взамен? Взамен поставок вооружений, взамен зерна, взамен высоких цен. Буквально на этой неделе Джонсон обещал европейцам выход даже целых два. Это глобальный, конечно, выход. То, что по убеждению Джонсона морской ветер дешевле газа в 9 раз и уходящий из Пимерского поста Борис продолжает обещать энергию и ветра, хотя уже, по-моему, все в Европе поняли, насколько она может спасти при отсутствии газа. Но в конце концов сказал, что, если честно, то купите лучше новый чайник. Это он тоже советовал британцам, чтобы экономить энергию. Но Анна Ленна Бербак и вовсе объяснила, что ее не волнует, что скажут избиратели. Она будет выполнять данные украинцам обещания, то есть воевать. Граждане Германии, конечно, в шоке. В прессе экстренно попытались подмести за министром, заявить, что ее слова вырваны из контекста, искажены, но получилось довольно плохо. Она и правда так сказала. Это, конечно, еще одна иллюстрация к западным свободам. Мне плевать на нас, я буду делать, что хочу. Наверное, они этому у Вашингтона научились. Вашингтон не успокаивается. Еще один фронт борьбы с Россией нашли. США запретили поставки чипов для суперкомпьютеров в Россию и Китай. И представитель Минторговли США сказал, что новые требования к лицензированию являются ни много ни мало вопросом национальной безопасности. Результаты они уже получили. Я что решил вас побеспокоить? Для нас немаловажно то, что происходит в Турции. Потому что, вы же понимаете, Турция для нас важная страна с точки зрения коммуникации. И самое главное, связанность с севером Сирии. Потому что, понимаете, нам сейчас не нужны вторые фронты и что в этом роде. И в контексте этого такой вопрос. В Турции поговорят о досрочных выборах. Это насколько реально? Потом поясню свою мысль, почему я это спрашиваю. Я примерно представляю, почему вы говорите об этом. На самом деле, выборы в Турции сейчас... Ну, кто-то обсуждает. Обычно это оппозиция. Но, в целом, особых таких прям уверенностей в том, что будут досрочные выборы, пока нет. Но они возможны. Почему? Потому что рейтинг Эрдогана угасает. И вот чтобы сделать вовремя, получить хоть какую-то часть голосов, которые еще можно было бы сохранить. И благодаря этому хотя бы остаться в власти, да, и могут провести досрочные выборы. Но, если судить, вот уже все-таки по словам Эрдогана, он четко говорит, что выборы будут вовремя. То есть через год. Так, и сразу второй вопрос в контексте этого. Министр обороны Турции заявил относительно недавно, что спецоперация на Сирии Сирии будет при любых ситуациях, кто бы на них не пытался подействовать. Но нетрудно догадаться, кого он имеет в виду, да. И перед этим, неделю-две назад, наверное, был очень странный массивный обстрел с сирийской территории. Горят даже с применением авиации. Причем били, в том числе, по пригороду Алеппо. Объясните, что это происходит и что это может быть? Мне кажется, что эти слова в данном, вот в контексте всего происходящей, всей реакции, да, мы имеем в виду реакцию России. Но нужно помнить, что реакция не только с России, да, исходит. Она исходит и от западных союзников Турции. Поэтому, если, допустим, в какой-то степени на Америку Турция сейчас, особенно, тем более в последнее время, особо-то и не реагирует, то с Россией она все-таки считается, да. И поэтому, ну, судя по словам Эрдогана, когда он говорит, что вот Путин мне посоветовал не идти войной, да, а попытаться решить с Дамаском, да, то есть сесть за стол переговора с Асадом. Это так, да, переводить на русский язык. И, то есть, ну, здесь говорит какое-то отношение Турции, что она, ну, хоть как-то прислушается, тем более, если обратите внимание на действия, да, турецкой стороны. Эрдоган говорит, да, мы можем вдруг нагрянуть любое время, да, это вот такое любимое слово. Ночью внезапно мы можем прийти. Но мне кажется, все-таки это уже сейчас превратилось в такую риторику, да, на самом деле Турция не собирается проводить военную операцию, потому что, ну, вот мы видим, да, ну, все союзники, партнеры, они недовольны, они не хотят, чтобы Турция это делала, и говорят это открытым текстом. Хотя некоторые вот эксперты мои, знакомые, те, за которыми я слежу, они говорят, что это не совсем-таки прямо уверенно звучит со стороны даже России, что типа нет ни в коем случае, да, а больше звучит так, как будто Россия понимает эти действия и желания Турции, но и не может сказать, да, иди, то есть дай зеленый свет, даже до этого, кстати, называли ее желтым светом, то есть непонятно, Россия согласна или нет. Ну, потому что у России есть обязательства перед Дамаском, да, она, конечно, проявляет понимание в отношении Турции, да, ее угроз, которые вот ее беспокоят на севере Сирии, но у нее есть как бы союзник, как Асад, да, Сирия, сирийское руководство, поэтому она не может сказать, да, вот прям вот открытым текстом как-то и не реагировать или говорить хорошо, вот, поэтому здесь нет такого однозначного понимания, но при всем при этом, мне кажется, вот мое мнение личное, вот операция не чувствуется, что она будет все-таки. Ну, хорошо, а тогда как Ан повысит рейтинг свой как президента и партии с полицейским развитием? Каким образом? Экономика, ну, явно за это время не улучшится, она много ухудшается. Да, вот, мне кажется, здесь ожидается какое-то понимание со стороны России, как раз, мне кажется, вы же поэтому, наверное, спросили про досрочные выборы, потому что вы тоже, наверное, оцениваете ситуацию так, что если не Эрдоган, то тот, кто придет после него, не факт, что они будут такими дружелюбными, да, ну, в кавычках, да, если вот говорить о дружбе, насколько она возможна между странами, как это, как это получается сейчас с Эрдоганом, да, то есть с ними, может быть, найти общий язык, может не получиться, потому что они все-таки больше прозападные, да, они открыто декларируются. С другой стороны, когда Эрдоган приходил во власть, он тоже был абсолютно прозападный, может, даже прозападнее, чем любой прозападный турецкий политик, вот. Поэтому здесь как бы неизвестно, что будет, но, мне кажется, вот есть такие опасения, поэтому, может быть, все-таки в России, наверное, считают дать возможность Эрдогану как-то справиться с своим рейтингом, если это поможет, но, не знаю, можно ли это вообще так. Не, ну, что значит, как поможет, ну, единственное, повысить рейтинг на внешнеполитическом факторе, так сказать, в том числе, возможно, сначала спецоперация, которую говорит, значит, министр обороны, больше нету. На греческом направлении, где многие думают, что вот-вот что-то начнется, да, я так помню, что они развернулись и вернулись назад, эти корабли, несмотря на обстрел из С-300, значит, который греки имеют, это наши, так сказать, зенитно-ракетные комплексы на острове Крит, да, ну, промазали, что называется, да, значит, они вернулись, значит, у него, все, у него больше нет, у него есть вот греческое направление, острова Агейской Миры и Фракия, да, и есть Сирия, все, на иракском направлении, он, у него не может получаться, рельеф местности, горы, там, РПК привыкла к этим боевым действиям, это не тот фронт, поэтому для нас это очень важный вопрос, если это будет на проект на сирийском направлении, да, извините, я имею в виду, это серьезный вызов будет нам, если они наносят удары с артиллерией авиации по пригородам Алепы, если верить нашей прессе, да, ну, извините меня, я задаю вопрос, сегодня удары наносят, а завтра что они будут делать? Ну, Турция, как, по крайней мере, со стороны Турции, здесь утверждается, что они наносят удары в ответ, да, то есть каким-то провокациям, потому что, ну, не знаю, каждый раз, когда Турция стреляет артиллерией или проводит какие-то там воздушные, не знаю, в Сирии происходит это так, или все-таки они в Ирак больше самолетами летают, а по сирийским территориям они стреляют артиллерией, да, наверное, больше так это все-таки. Вот, и в Турции, по крайней мере, говорят, мы делаем это в ответ, то есть, если нам угрожают, я же, как сказал в начале беседы, да, мне кажется, немножко мы с вами по-разному относимся, да, к вещам, в том смысле, что я допускаю, что в России могут допустить операцию турецкую в Сирии, чтобы помочь Эрдугану удержаться у власти, а вы считаете, что это никакой мудрость? Да-да, я объясню, что это произойдет, наш авторитет не только среди руководств в Сирии, но и среди на Ближнем Востоке, вы же понимаете, да, он упадет, это мы не можем такое допустить, мы взяли на себя определенные обязательства, потому что, значит, допустить, потом мы не знаем предела этой операции, которую они планируют, то, что он говорил на 30 километров, 30 километров от чего? От границы сирийско-турецкой или от Адафрина, или от Адзажи, или Альбаба, извините меня, это город не надо называть, где-то там расположено рядом, нет, известный, на букву А сирийский? Ну что, извините меня, я просто трезвомыщий человек и хорошо ориентируюсь в этих вопросах, я же понимаю, что он тогда повысит свой авторитет, это единственный путь, все, какая разница, что думает Россия? Ну, слушайте, да. Но вот здесь как бы карта тоже, вы же знаете, здесь это тоже важно, репутация, безусловно, самая важная, но здесь еще стоит такой вопрос, как в такой ситуации, когда все устраивают санкции, да, антироссийские санкции присоединяются к ним, а Турция этого не делает, и Турция сейчас, по крайней мере, по утверждениям, да, многих, там, экспертов, наблюдателей, превратился в некий такой хаб для Российской Федерации, для и бизнеса Российской Федерации, и весь практически параллельный импортный, ну, может, не весь, но определенная, да, там, хорошая такая, добрая часть, она идет через Турцию, да, кроме этого есть еще другие, вообще, возможность оторвать Турцию от НАТО, тоже возможно, так, ну, то есть вот эти мысли, мне кажется, они тоже каким-то образом влияют на решение руководства Российской Федерации, и поэтому они, вот, когда они мыслят о том, что, на что пойти, не пойти, то есть вот это все становится на чашу весов. Ну, во-первых, Турция имеет большие доходы от этой самой, этого параллельного импорта, вы же понимаете, да, и прекращение этого параллельного импорта, и прекращение торговых отношений с рейсом, нынешней ситуации, когда инфляция под 80% годовая, ну, извините меня, тогда рейтинг в заган так упадет, даже еще бы он не сделал, это раз, то есть говорить о том, что только мы заинтересованы, нельзя, и Турция тоже заинтересована. Не, безусловно, я не говорю о том, что Турция... Не забывайте, у него на протяжении десятилетий Турция не объявляла санкции против Ирана, и иранский бизнес тоже использует Турцию как для того же самого, да, то есть это заработок, 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 и я с вами абсолютно согласен, мы не можем знать, а что будет со следующим главой государства, или если партия с правительством развития вместе с националистами проиграет в парламенте, ну, однозначно, что они будут плохие, я бы так не сказал, мы не знаем этих людей. Я тоже, кстати, не сказал бы, я тоже вот с этим согласен, кстати, с этой писсией, я не такой уж прям выступаю, что прям вот единственное это вот Эртурган и так далее, наоборот, я считаю, что не нужно вот такой прям прививать такой иллюзии, да, но мы сейчас рассуждаем же как, гипотетически философствуем, да, что может быть в уме там людей, которые размышляют точно так же, что нам сделать. И вот эти проблемы, они стоят на чаше весов, как бы, есть такие вопросы. Мы должны работать с оппозицией, вся наша проблема, что мы не работаем с оппозицией, мы не знаем, кто такой Имамогулу. Я согласен, поддерживаю, очень хорошая мысль. Это хоть однородная специфическая партия, но он хозяйственник, правильно? Он был мэром одного города, сейчас колоссального мегаполиса Стамбула. Ну, я не думаю, что у него в голове есть какие-то антироссийские санкции. Он будет делать все то же, чтобы Стамбул жил хорошо, чтобы страна жила хорошо. Он трезвомыслящий технократ, правильно, нет? Я не говорю сейчас о Калдинском городе, я думаю, тут тоже все не так однозначно, да. Поэтому мы должны к этому относиться вот так. Но мы не можем позволить начало какой-то крупной операции в Сирии, которая может привести к очень серьезным последствиям для сирийского государства. Это однозначно. Это наш авторитет. Ну, как мы поняли, все же, да, все же, если возвращаться, да, вот как я оценил ситуацию, да, как я вижу, все-таки, наверное, вот Турция отвечает на какие-то провокации, как она говорит. И в то же самое время, все-таки, мне кажется, Турция прислушалась к совету Путина, да, Эрдоган прислушался, и мы видим шаги, можно сказать, это практически шаги. Я сегодня даже видел статью о том, что на днях в Москве прошла встреча глав спецслужб Турции и Сирии. Я вот сам вот не стал прямо углубляться, я вот только увидел заголовок, но не успел еще вот прочитать внимательно. То есть это о чем говорит? Что эти шаги делаются, делают серьезные шаги. Кроме того, нужно обратить внимание, что готовится почва для общественного мнения в Турции. Эрдоган сказал в интервью с журналистом, потом Чаушу Глуп повторил, сказал, да, для меня проблемы и нет, мы вообще все время за диалог, но мы должны примирить, да, только по-разному они, может, смотрят, как это сделать, мы должны примирить вот оппозицию и Асада. Потом другие сказали, мы хотим вернуться там к 2011 году, то есть до конфликта между Сирией и Турцией, до вообще вот этой всей войны там гражданской внутренней и так далее. То есть Турция вот так вот видит. А другой сказал, это все функционеры партии власти, да, и они говорят, то есть, и это важно, значит, они уже как бы, знаете, готовят почву и зондируют ее, как относятся люди в Турции, и вообще они должны готовиться уже к тому, что завтра-послезавтра мы увидим Эрдогана и Асада за одним столом переговоров. А оппозиция, кстати, она вообще уже много лет говорит о том, что нужно с Асадом решить проблему терроризма, сепаратизма и так далее, курдской проблемы с Асадом. Она говорит это много лет. Я даже вот недавно прочитал, даже исламистская партия, да, с которой откололся сам Эрдоган, они говорят, если ты можешь, смог там сесть за стол переговоров, там, не знаю, Саудовская Аравия с теми-то и теми-то, неужели ты не можешь найти возможность сесть за стол переговоров с Дамаском? То есть даже они, эта вся оппозиция, она за, вот. Вот. И, видимо, вот, ну, Эрдоган все-таки, да, не за операцию уже, если он озвучил это. А для общественного мнения вначале, да, для определенного качества, конечно, это очень противоречиво озвучить, да, с одной стороны о переговорах говорит, с другой стороны говорит о том, что мы внезапно прибудем, когда хотим, или мы готовы, все готовы, в любое время можем начать операцию. Это противоречивые заявления. Но мне все-таки, вот, по моим ощущениям, человек, который наблюдает за Турцией, сейчас больше весы, они, вот, в сторону примирения и за переговоры, чем за военную операцию в Сирии. Хорошо такой вопрос. Если Ассет и Эрдоган седут за один стол, тема переговоров, борьба с курскими артрядами, правильно? Я не называю сейчас партии, там, все это не называют, да, это так, да? Но это как будет видеться? Турки должны уйти с территории оккупированной Африна, Зазарь, Зазарь, Зазарь? Или как? И тогда сирийская армия получит просто возможность сама как-то решить эту курскую проблему. Или это будут совместные операции против курских отрядов? Это же очень важно. Смотрите, как я понимаю и как я читаю турецких экспертов, да, заметьте, не сирийских экспертов, да, турецких, они говорят, что Турция должна полностью покинуть эти территории. То есть она должна оставить, да, одни говорят оставить, другие тоже говорят, потому что Турция, она же как, с одной стороны, Антон Алик говорит, я выступаю за целостность Сирийской республики, у меня нет как бы взоров там и желаний забирать, да, какие-то территории себе. Единственная моя цель, это вот возможность переселить туда беженцам, потому что для Турции сейчас серьезная проблема. А как она это может делать, ну, турецкие военные эксперты, политологи, они говорят, так или иначе Турция должна будет выйти. Но мы знаем, что когда зашел, выйти уже трудно, да, и как можно выйти, если когда... А представьте, когда Турция говорит, мы вот, возможно, вот, ну, будем, начнем переговоры, и тут в Афрении, в других городах, где есть, да, протурецкие силы, они начинают жечь турецкие флаги. Для турок это очень большая проблема, а для них это такая серьезная провокация. И это говорит о том, что вот угроза теперь уже для Турции, да, просто так взять и уйти, это тоже, как бы, уже угроза для самой Турции. Как она это будет делать? Но в идеале Сирия должна решать эту проблему, да, сама, а Турция должна уже оставить это просто ей. И вот как, наверное, с Ираком это было, да, там, где Турция... По-моему, о данских соглашениях так и звучит это все. Там, где Сирия сама не может решать, Турция там направляет, не знаю, спецназ и так далее, она каким-то образом там наводит порядки. Но все это по согласованию. Дело в том, что для нас важно, для России, чтобы не было никакой крупномасштабных боевых действий. Вы понимаете, почему? Для нас это очень важно в контексте того, что сейчас происходит на Украине. Это главный вопрос. Все остальное там, ну, тут резкая проблема. Как он развалит ситуацию? Победит он или проиграет? Для нас будет вопрос потом, когда, если он проиграет, наладить отношения с теми, кто придет на его место. Я еще раз говорю, я с вами абсолютно согласен, что это не означает, что однозначно это будет против нас. Нет, такого не будет. Это абсолютно, наверное, люди, пришедшие к нему, это все опытные, да? Тоже, как он считает, сколько он уже в политике, да? Значит, Имаму Гулу, там, я не знаю, наверное, больше кандидатов нет, таких очевидных, да? Хотя, кто его знает, кто, как говорится, рванет в последний момент. Но они трезвомышленные люди. Почему они в трудной экономической ситуации будут отказываться от тех денег, которые идут из России? Да нет, конечно, ни в коем случае, да? Но для нас важно, чтобы не было в ближайшее время никаких эксцессов. И я задаю этот вопрос, почему? Я задаю вопрос, за счет чего Эртоганг может повысить свой рейтинг? Только за счет этого, в моем понимании. И еще, если он пойдет на... Ну, и за счет экономики, но в экономике пока никакого просвета нет. Экономика, как вам, за несколько месяцев, ну, это не серьезно-то, справедливо-то, реально. Или пойдет на конфликт с Грецией. Пока он не решается идти, правильно? Потому что там и отдавление США, и других стран НАТО. Да и так не так все просто эти острова, извините меня, штурмовать. Или там во Фраге. Это кажется только так. Греки тоже умеют воевать и неплохо воюют, так сказать. Они показались за всю историю, в том числе, взаимоотношения между Турцией и Грецией. Да, не все так просто было. И как-то здесь НАТО серьезнее реагирует на эту угрозу, да. Она вначале так наблюдает, но потом им просто это вообще не на руку, тем более сейчас. Поэтому они всячески будут останавливать, конечно, Турцию и Грецию в этом вопросе. Это однозначно, потому что это при всем том, это две страны входят в один блок НАТО. Этот конфликт, он длится уже не одно десятилетие, да. Но доходило до небольших стычек. Помните, был такой летчик Гривас, да, который сбил летчика Эртогана в 90-каком-то году. Если я ошибаюсь, до сих пор Турция требует выдачи этого летчика от Греции, да. Ну, то есть это какие-то конфликты, такие стычки бывают, но потом они быстро гасятся, потому что это две страны в одном блоке, и, естественно, окажется максимальное давление, и все это гасится. А случай Сирии тут, конечно, немножко по-другому. А ведь давайте честно говорить, ведь если там по каким-то причинам Эртоган проиграет, то есть очень похоже на это, будет ставить речь не только о его политическом будущем, и там много-много у него за эти годы оказались недругов, мягко говоря, да, так, мягкое такое выражение. Как они поведут себя, большой-большой вопрос, это, кстати, такое. И он, кстати, на днях, я не знаю, вы следили, один из депутатов, он раньше был в партии Демократии Народов, это вот Прокуртская такая партия, да, сейчас он в Коммунистической партии. Демократию Народов. Да, да, да. Ну, я называю партией Демократии Народов, ну, ладно, там, в общем, Прокуртская партия. Не суть, да, понятно, да. Вот, и, в общем, ну, сейчас он в другой партии, он в Коммунистической партии. Сегодня Эрдоган его назвал террористом, потому что за день до этого он сказал, что как только Эрдоган проиграет, уйдет с власти, его будут судить, будут его судить, его партию. У них много преступлений и так далее. Но это Коммунистическая партия, которая разрешена в Турции, правильно, нет? Там же их несколько, да, разрешенная партия, пояснить нашим слушателям, да, извините, да. Да, разрешен. И вот она, и вот очень интересно, что вот это прозвучало, и, конечно, многие это процитировали, потому что, ну, очень смело, громко, неожиданно, и даже Эрдогану пришлось комментировать сегодня, и он сказал, что этот человек сам террорист, да, и против него есть, там, не знаю, какие-то там дела, и как только он перестанет быть депутатом, им займутся. Но, так или иначе, это, как вы говорите, у него много недругов, и, конечно, есть определенные там дела какие-то, да, раньше, которые были там, всякие скандалы коррупционные и так далее, это все припомнят. Поэтому передача власти, она должна быть как-то вот, наверное, как-то все продумано должно быть, если действительно у Эрдогана не будет достаточно рейтинга. Пока мы все-таки думаем, что он найдет какой-то выход, но, знаете, есть одно интересное мнение, которое я сейчас точно не помню, кто сказал, он говорит, что Эрдоган очень скромно сообщил о своей кандидатуре на выборах, очень скромно, без фанфар, там, каких-то особых мероприятий, то как будто он не хочет баллотиться, потому что он не баллотировался ни разу не на одних. Соловьев Лайф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...